Ремонт моста на новом рынке стартовал. Жители Барнаула столкнулись с проблемами на дорогах. Как быть? Этот вопрос задают и автолюбители, и пешеходы. Ответит на него гость нашей студии Иван Гармат, председатель Комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула. Здравствуйте. Здравствуйте. Барнаульцы уже ощутили неудобства от ремонтных работ. Достаточно вспомнить 11 мая, когда город встал в пробку. Многие, в частности вы, убеждены, что выход из этой ситуации самый лучший выход. Пересесть на общественный транспорт. А чем он лучше? Ну, давайте начнем с того, что частичное ограничение движения транспорта именно по пути-проводу мы начали организовывать именно в выходные дни, чтобы горожанам было более комфортно входить в эту ситуацию с изменениями по привычным потокам. Стоит отметить, что с самого начала нас очень активно поддерживает ГИБДД. То есть экипажи ДПС контролируют все самые напряженные узловые точки. Мы их уже увидели на бутылках. Да. То есть у нас работает до восьми точек с экипажами. Сотрудники в данных местах прогоняют движение в часы пик. Также, помимо этого, у нас на базе комитета при поддержке волонтеров из политех работает группа мониторинга, которая также отслеживает движение потоков и их распределение по основным магистралям. То есть если мы говорим про те улицы, которые сейчас переносят на себя основную нагрузку, то это, конечно же, проспект Калинина, это у нас проспект Ленина, улица Пионеров, улица Цеховая, улица Аносова. Все эти места мы отслеживаем и перенаправляем потоки в зависимости от того, где происходит наибольшее скопление. Если же говорить про преимущество общественного транспорта, то, безусловно, на сегодня в городе формируется именно такая обстановка, при котором по времени гораздо выгоднее и быстрее сесть и проехать либо на трамвае, либо на автобусе. То есть на сегодня уже обустроены выделенные полосы у нас по проспекту Калинина, по проспекту Ленина. Сейчас, как показывает прахи, как корреспонденция, то есть передвижение, допустим, с окраины в центр или из центра в окраину, на автобусе уже быстрее, чем на личном транспорте, в среднем на 15-20 минут. Если же мы берем общее время нахождения в пути на автомобиле, это там от часа до полутора часов. Вот это очень важный момент. О чем еще хотелось бы сказать? Ну, о том, что так или иначе все автомобилисты со временем начинают выбирать пути объезда. Это первый фактор. Следующий фактор – то, что люди начинают сдвигать график своих передвижений. Это тоже немаловажно. То есть город так или иначе постепенно входит в эту ситуацию. В предстоящие выходные мы полностью уже перекроем движение на проспекте Ленина. То есть предстоит у нас новая волна транспортной напряженности. Но следует понимать, что к этому мы уже полноценно готовы. К полному перекрытию у нас будет завершено строительство трамвайного кольца в районе торгового центра «Пионер». И то есть жители уже смогут пользоваться общественным транспортом в полной мере в зоне перекрытия. Ну вот я езжу на автобусах, именно на них, и знаю, что в час пик город встает в пробку, автобус заполняется. Не хотите ли рассмотреть увеличение, например, тех же самых машин, автобусов, газелек? Нет такого варианта? Смотрите, что касается часа пик. То, о чем я говорил, наша группа мониторинга, она у нас для того на сегодня и существует. В принципе, система работы общественного транспорта такова, что она предусматривает собой перемещение наибольшего количества людей, то есть осуществление маятниковой миграции именно в часы пик, это в утреннее и вечернее время. У нас ежедневно на улицы города выходит порядка 700 единиц подвижного состава, то есть это порядка 130 единиц только городского электрического транспорта, остальное это автомобильный общественный транспорт. И, естественно, у нас массовость по выпуску именно на линию, что касается перемещения в час пик, она у нас корректируется на сегодняшний день, это касается у нас как и маршрутов, которые у нас находят сведения там частных сторонних юридических лиц, так и наших подведомственных муниципальных предприятий. А давайте еще раз напомним, как на время ремонта моста будет работать вообще общественный транспорт и что такое пересадочные талоны? По поводу работы общественного транспорта на период перекрытия. Стоит понимать, с учетом того, что у нас путепровод ограничивает движение от улицы Пионеров до Дома быта, то понятно, что у нас основная магистраль для передвижения становится проспект Калинина. То есть площади Октября уходят у нас по направлению в сторону Калинина. Затем передвижение на проспект Ленина возможно через улицу Аносову, либо через северо-западную, но уже для возвращения на те направления, которые были необходимы для автолюбителей. По поводу организации. У нас предусмотрены выделенные полосы на проспекте Ленина, на проспекте Калинина. Также предусмотрена выделенная полоса на проспекте Строителей и, конечно же, улица Аносова. Строители Аносова у нас уже заработают с 25-го числа, то есть когда мы полностью перекроем путепровод. На сегодняшний день у нас полноценно функционирует выделенка. По Ленину, получается, она у нас идет от Партизанской в сторону площади Октября и по проспекту Калинина. На сегодня, о чем я уже ранее говорил, мы замеряли и фактически натурные замеры, как и в час пик, так и в межпиковое время. То есть мы производили замеры в утреннее, в обеднее и вечернее время. Во все три варианта передвижения на общественном транспорте на сегодня быстрее, чем на личном. В случае только если регулировку у нас не производит ГИБДД. Сегодня вот сам передвигался по проспекту Ленина в полдевятого утра. И как вам? Мы прошли от Старого базара до проспекта Космонавтов за 26 минут. Экипажи ДПС осуществляли регулировку и выпускали весь основной поток из центра и в центр по проспекту Калинина. Понятно, что второстепенные улицы по пропуску и движению были не в приоритете, но следует отметить, что и в принципе раньше до перекрытия время пути примерно столько же и составляло. После того, когда мы уже полностью адаптируемся, светофорные циклы будут подрегулированы под осуществление передвижения основного количества населения, и тогда уже все войдет в естественное русло. Если же говорить про примеры, например, с чем мы сталкивались, хотя бы немножко похожим, все помнят прекрасно реконструкцию улицы Попова. Она у нас была довольно болезненная в самом начале. Первые 2-3 недели у нас там были разные ситуации, потому что там большое количество общественного транспорта проходило и куча промышленных предприятий. Но, тем не менее, постепенно водители привыкли, привыкли горожане. Сотрудники также нам помогали от ГИБДД вначале регулировать, и постепенно все наладили свои жизненные и производственные циклы. С проспектом Леяна будет то же самое. Да, вначале это будет вызывать определенные острые неудобства, будет это заставлять, скорее всего, наших граждан критиковать нас, может быть, вносить какие-то новые предложения, хотя мы ранее производили очень большую работу по сбору мнений и предложений именно от населения в сторону администрации города по поводу организации движения на период перекрытия. И, естественно, мы к этому готовы. Ну и, конечно же, пользуясь случаем, хотелось бы обратиться, в принципе, ко всем горожанам, гостям города, с пониманием отнестись к происходящей ситуации. Стоит заметить, что это временно, это лишь до конца 2023 года, то есть надо потерпеть буквально полтора года, и затем мы получим отличный мост, который у нас будет с большей пропускной способностью. То есть у нас произойдет уширение с двух до трех полос в каждом направлении, также у нас будет уширена тротуарная часть, ну и понятно, что транспортные потоки в данном именно месте будут пропускаться в гораздо большем объеме. А вот вы сказали, что главной улицей объезда стала улица Калинина. А вот были ли другие варианты? Или только Калинина? Ну, если же говорить про направление стороны космонавтов, то исходя из сложившейся застройки, исходя из сформированной уличной дорожной сети, которая у нас в основном складывалась в 60-е годы, то в данном направлении, да, у нас полноценный самодублер именно от площади Октября по направлению космонавтов, то это проспект Калинина. Если же говорить про объезд заторовых ситуаций от Октября, допустим, в сторону речного вокзала, то тут у нас дублера хватает. Это и Красноармейский, и Социалистический, и улица Промышленная. То есть тут вариантов у нас полно. А как будут передвигаться пешеходы? Ведь рядом с тройкой находиться простым людям нежелательно бы. Что для них придумаете? По поводу пешеходов мы уже неоднократно озвучивали, что понятно, что в зону производства работ заходить просто небезопасно, и это будет невозможно. Планируется у нас полное перекрытие, то есть доступ будет только для специализированной техники и для работников предприятия, которые будут осуществлять реконструкцию мостовых сооружений. Для пешеходов предусмотрена связь в каком направлении? От торгового центра «Пионер» у нас будет осуществляться пешеходная связь по пятипролетному мостовому сооружению, которое располагается справа. Это что такое? Ну, это пятипролетный мост. То есть, чтобы вы понимали, у нас на участке между «Пионером» и «Домом быта» на самом деле три путепровода. Трехпролетный, восьмипролетный, который эксплуатируется для автомобильного движения, и недостроенный пятипролетный, который рядом стоит в бетонном исполнении. На данном сооружении, на пятипролетном мосту, у нас будет осуществляться пешеходная связь до улицы Кулагина. Далее по улице Кулагина мы будем проходить по направлению в сторону Калинина, и затем будет съезд вниз. Вдоль него на сегодня мы уже строим тротуар. Этот съезд, он идет вдоль автомобильной заправочной станции, и затем мы подходим уже к переходу через железнодорожные пути. Там у нас, естественно, будут выполнены, обустроены переходы через них, специализированные. Затем мы подходим к склону, который нас будет уже выводить на парковочную площадку «Дома быта». Для преодоления данных склонов на сегодня уже монтировались лестницы, которые у нас там будут стоять на аминтовых сваях. Стоит отметить, что мы замеряли время преодоления данного участка пешком. Это порядка 10-12 минут. Общая протяженность 600 метров составляет. Планируется, что также у нас там обязательно будет обустроено освещение, потому что на полтора года это будет пешеходная связь именно в этом направлении, чтобы преодолеть тот участок, где у нас происходит реконструкция. И помимо этого обязательно мы установим скамейки, урны, чтобы жители смогли пересесть, передохнуть, если у кого-то есть такая потребность. То есть они будут расположены в начале пути, в середине и в конце. Что еще хотелось бы отметить из существенного? Понимая, что у нас прерывается транспортное сообщение именно по линии общественного транспорта, городом было принято решение о введении пересадочного тарифа. Это очень такая для нас вещь в городе применяется впервые. Что она собой будет представлять? Пересадочный тариф предусматривает возможность осуществления бесплатной пересадки после одного обелечивания в течение 100 минут. С чего мы взяли 100 минут? 100 минут – это расчетное время пути с самой дальней точки города, это с депона Гридасова до площади Октября, ну и получается до улицы Пионеров. Затем человек спокойно переходит, проходит до остановки Домбыта, там у нас будет построено второе трамвайное кольцо, также у нас там в 300 метрах находится троллейбусная остановка, то есть там у нас троллейбус сходит в горы электротранспорта. И люди, зайдя, перейдя, то есть по пешеходной связи, они пересаживаются в наземный электрический транспорт, прикладывают еще раз билет, у них плата с карты не списывается, потому что они уже один раз были обелечены, и спокойно осуществляют свое движение уже дальше по тем направлениям, которые их интересовали. Давайте условия. Для этого нужна транспортная карта, правильно я понимаю? Да, конечно. Если ехала на автобусе, а потом пересаживалась на трамвай? Беспересадочным тарифом можно пользоваться будет на городском электрическом транспорте. Это будет касаться всех маршрутов, которые у нас приходят вместо перекрытия, и пользоваться ими можно будет в любой точке города, и не только в направлении, к примеру, от речного вокзала в сторону космонавтов, но и в обратном тоже. А теперь непосредственно к ремонтным работам. Не секрет, что строительные материалы подорожали. Не возникает ли уже каких-то нюансов и сложностей? Готовите ли какую-то подушку безопасности? Ну, стоит понимать, что изначально наша проектно-осметная документация была разработана несколькими годами ранее, и в завершении прошлого года мы проходили повторную государственную экспертизу. Для чего мы это делали? Как раз мы занимались актуализацией всей проектно-осметной документации. Это касалось и части технических решений, и применяемых материалов, ну и, конечно же, стоимостной политики в отношении тех решений, которые у нас применялись в данном проекте. На сегодняшний день там учтены актуальные цены. Это касается как и металлоконструкции, так и железобетона, но и также еще затрат на различные технологические процессы, в том числе и на работу техники и людей. Проект хотят сдать осенью 2023 года. Не получится быстрее? Следует понимать, что вообще расчетный проектный срок на производство строительно-монтажных работ составляет два года. Но тут мы уповаем на то, что подрядчик у нас очень опытный и надежный. Это Барнольское ДСО номер 4. И на сегодня составлен проект производства работ именно таким образом, что они планируют за полтора года управиться с этим объемом работ. То есть может показаться, что на самом деле не такой и большой участок по длине, и что бы тут, казалось бы, сложно выполнять. Но на самом деле у нас на данном составном сооружении расположено большое количество коммуникаций. Это у нас и кабели связи, и тепловые сети, это у нас и водоснабжение. То есть много различных инженерных насыщенных больших объемов работ, которые предстоит выполнять. То есть мы не можем просто так взять и обрушить этот мост, потому что у нас опять же внизу располагаются пути железной дороги. Они нам будут предоставлять окна преимущественно в ночное время от 2 до 4 часов, местами до 9 часов. И то есть мы будем мост разбирать аккуратно у нас. То есть не предусмотрен вариант его обрушения. Но полностью? Естественно, он будет демонтирован полностью. И целиком все основные несущие элементы, но он полностью будет собран из новых материалов. Стоит понимать, что основные материалы, которые мы применяем в балках и в несущих конструкциях, это металл. И расчетный срок службы моста на сегодня, который закладывается в проекте, это 100 лет. 100 лет? Да. А жители города-то как потом почувствуют новый мост? Как жизнь наша улучшится? Ну, все очень просто. Я уже об этом говорил ранее. Он будет шире. То есть вместо двух полос в каждом направлении для автомобильного движения, у нас их станет по 3. И пешеходная связь у нас тоже будет увеличена. Кстати, про старые конструкции хотелось бы отметить, что именно в этом году они спраздновали свое 60-летие. И на самом деле они находятся у нас в аварийном состоянии. То есть по факту на сегодняшний день у нас есть технологическое обследование, которое подтверждает, что данные конструкции уже нуждаются в том, чтобы их заменить полностью. Спасибо большое. Да, спасибо за что. А я напомню, что сегодня в нашей студии был Иван Гармат, председатель комитета по дорожному хозяйству Барнаула. С ним мы поговорили о ремонте моста на новом рынке.